Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Вот перед тем, как распланировать свой день, предлагаю вашему вниманию прогноз погоды. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза, ветер западный с переходом днём на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. В горах плюс 1, плюс 6. Днём до плюс 25. И местами до плюс 16. В Черкесске без существенных осадков. Ветер западный с переходом днём на восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днём 22-24 градусов тепла. Ещё одна аллея республиканской столицы будет украшена новыми деревьями. В Черкесске на улице Космонавтов высадили саженцы в память о героях Великой Отечественной войны. В рамках акции «Сад памяти» инициатором акции выступила автономная некоммерческая организация «Биосфера». С подробностями Али Баташев. Участок около детского сада по улице Космонавтов совсем скоро преобразится. Здесь посадят деревья в память о героях Великой Отечественной войны. Воздух станет чище, а вид улицы красивее, говорят в мэрии Черкеска. Вообще мы планируем посадить липы, клёны, орех. Но он такой необычный орех грецкий, а он какой-то, как нас заверяли в Министерстве природы, сказали какой-то особенный орех. Высокий будет? Нет, он будет низкий. И вообще все вот эти деревья, которые мы сейчас сажаем, они не будут достигать высоты более 28 метров. То есть с низкой кроной будут деревья. Представители Общероссийского народного фронта, мэрии Черкеска и сотрудники правоохранительных органов по окончании рабочего дня прибыли на место, взяли в руки лопаты и вскоре на аллее появились новые молодые деревья. Для того, чтобы поддержать, чтобы город озеленить, чтобы он выглядел лучше. В настоящее время мы находимся рядом с детским садиком. Нам это приятно. Еще приятнее вдвойне, потому что на сегодня нашей юридической службе сегодня исполняется 240 лет. Нам вдвойне приятно принять какое-то участие для озеленения нашего города. Буду своим внукам, наверное, показывать, вот там и там принимали участие в озеленении города. Почему бы и нет? Али Баташев, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня отмечаю свой 80-летний юбилей. Народный художник Карачаева-Черкесии, член Союза художников России Николай Кузнецов. Эту солидную дату мастер отмечает своей персональной выставкой. Николая Григорьевича по праву можно назвать летописцем природных красот Карачаева-Черкесии. О том, чем сегодня живет именитый художник, где ему удалось побывать и, конечно, о своем видении окружающего мира. В эти минуты в нашей студии Николай Григорьевич расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Николай Григорьевич. Ну, у меня нет слов, чтобы выразить всю мою любовь к вам, потому что мы с вами знакомы больше 20 лет, а сегодня особенный день. Сегодня вам 80. 8-0. В это сложно поверить, потому что душой вы молоды, как никто другой. Как настроение сегодня у вас? Ну, настроение, естественно, прекрасное. Уже в нашем возрасте увидишь утром солнышко и радуешься, что живой. И когда рядом твои друзья и родственник или подруга живая, уже радость велика, а тем более, как говорится, в свой день рождения нужно уже проснуться таким свеженьким, радостным, новорожденным. Но вы же никогда не состаритесь, я это знаю. Я много раз дни рождения отмечал не дома, и я вот, может быть, даже немножко расскажу, если интересно. Значит, один день рождения мы отмечали в горах. Когда я получил направление в Черкесск, я поехал потренироваться с друзьями. Ну, мы перед дипломом все дурака валяли. У меня уже работа была готова, у друзей тоже. Мы поехали на Лаганаке. Значит, поработали 10 дней. Мы открыли туда дорогу, и училище потом ездило, потом каждый раз на практику. Но я за это получил лишение стипендии на 3 месяца. Это была моя первая награда. Ну, собственно... Все в вашем репертуаре? Все было прекрасно. Даже в мой день рождения вдруг на Лаганаках этих раздвинулись пасмурные облака, и выглянуло солнышко. Этот снег на горах там... Ну, это было, конечно, здорово. Ну, еще были такие в поездках. Значит, я летел на самолете в Тель-Авив в свой день рождения, в паломничество. И вот мы в самолете, значит, понемножечку из маленькой чашечки обмывали мой день рождения. Ну, попасть на пасхальную неделю и на схождение огня, да еще в свой день рождения. Сошлись три пасхи в один день. Значит, иудейская, православная и католическая. Там, конечно, было столпотворение, но для меня это такой подарок был, что вот быть в таком месте, и, ну, извините, помолиться и за Россию, и за себя на гробе Господнем. Это неповторимо все. В этом году ваш юбилей совпал с открытием, вернее, приурочили вашу выставку вот к этой цифре. Я знаю, что выставка уже открылась. Там больше 50 работ. 53 работы, да. Сейчас чуть меньше творите. Я помню, что вы рассказывали мне, что в год 40-50 работ картин... 40-50... Это я писал пейзажи. Это, представьте, там, ну, кроме подготовки, еще вот это или 40, или 50 дней, я чувствовал такую радость общения с природой. Я просто вам когда-то рассказывал, что, значит, забываешь обо всем, когда пишешь какую-то работу. Вообще-то подготовка идет с того момента, когда ты сбиваешь подрамничек, холст натянул, загрунтовал. Это уже идет процесс создания. И вот когда уже с холстом этим идешь, ну, конечно, в конкретное время, конкретное, допустим, место. И то еще надо, ну, выбрать. Это мне очень помогает жена. Она, значит, очень чутко реагирует на посторонние какие-нибудь дела. Ну, мы километров там 5-10 пройдем, выбираем место для меня. Вот. Вот, она меня посадит, я работаю. Она ловит рыбу. Это там. Ну, считайте, что 30 лет последних. Вот. Когда я работу закончил, мы уже идем в две удочки ловим. Тогда уже... Но сейчас чуть меньше вы работаете. Сейчас чуть меньше просто, потому что супруга моя... Приболела. Приболела. Вот. И мы уже в прошлом году даже не ходили на рыбалку там. Вот. И, значит, в таких же положениях в Азии мы были. Ну, допустим, здесь нарисована гробница Тамерлана. Вот когда она меня вот на это место посадила, что я вот здесь вот буду, она побежала на рынок, купила редиски, лаваш и так далее. И мы, значит, у нас в гостинице, хоть и интурист был, но у нас там в баночке кипятильник. Ну, собственно... Советский Союз? Тогда был... Можно было за тысячу рублей вдвоем доехать туда, по Азии, там поработать месяц, еще и вернуться на самолете. Сейчас, конечно, уже никуда не поедешь и финансово, и так далее. Ну, даже вот от того, что вы это рассказываете, мы это видим картинками, мы это чувствуем, вот эту атмосферу, смотрим на ваши работы, мы это видим. Я могу сказать, что, значит, мы... Вот там в горах, буквально до первого снега, вот дождь, там мокрый снег идет. Вот мы и рисовали лья, и, значит, ловили рыбу. И вот, представляете, изобрели в такой баночке спиртовочка, в нее еще одна баночка, чтобы это компактно было. Вот в той маленькой баночке у нас чай, и вот мы под пехтой, под которой темно, не видно ничего, потому что вокруг падает снег. А мы в этом черном кругу. И вот холодно уже, а мы же в накидочках, и вот мы сидим и пьем, значит, чай этот. Удочки стоят. Ну, рассказывать это все бесполезно. И счастливый человек, у вас такие впечатления. Это только мог, допустим, паустовские свои мещерские мотивы воспеть. И звуки, и все. Ну, ваши картины тоже все это воспевают. Но, знаете, Николай Григорьевич, вот на самом деле я искренне считаю, что вы летописец. Летописец природы Карачаева-Черкесии. Все, наверное, правильно, потому что, значит, я могу сказать, что по сравнению, ну, я в Азии был там у нас бабушка, тетка в Душанбе, я видел Памир, Тяньшань, был, ну, как выразиться, в Алма-Ате, там степи видел, и в Бишкеке был, видел дороги там, перевалы, горы эти все. Но, да, еще я видел швейцарские Альпы. И вот по сравнению со всем этим, вот такого, вот как у нас, вот нигде нет. Вот я просто могу поклясться, что лучшее место на земле это Пхия. Именно потому, что пока она не вытоптана, пока еще не все вырублено там, пока медведи подходят к тебе, к забору, олени, я там рисую, сзади подходят, хрустнула ветка, поворачиваюсь, две олени их и стали, смотрят на меня, как коровы, с такими глазищами. Не боятся ничего, белка заигрывала, я иду, ну, на мне там рисовальное, все, тяжести, она на ветке, значит, щелкает, цокает языком. Я на нее посмотрел, она вот так вот на меня, ну, я ей подсокал, а на мне, и вот она, видно, вот затронула на меня. Это же белка, мы с женой Лидией Терентьевной шли, и, значит, там лежало бревно, она пошла грибы посмотреть, а я вот так вот кепку снял, чтобы на мокрое бревно, и на нее сел. И, значит, она подошла, я забыл про кепку, и ушел. Потом, стой, кепка, возвращаюсь, эта белка сидит на моей кепке, что-то из себя изображает. Увидела меня, и вот так вот прыг, 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 убегать, а смотрит на меня, наткнулась на какую-то ветку, видно, выругалась, и вернулась. Ой, я могу, конечно, долго рассказывать. Вас можно слушать вечно. Но я хочу у вас вот что спросить. Что для вас слово красивый? Красивый, наверное, это то, что вот когда мне нужно что-то написать, пока я, ну, извините, не полюблю, или не влюблюсь, или как, можно и не начинать работу. Она просто не получится. Значит, вот я начинал рассказывать, что Лидия Терентьевна у меня, как главный редактор, или, как выразиться, первый зритель, или чего-то, она очень не любит, когда какие-нибудь поваленные деревья, какие-то жуткие обрывы, все, вот не рисует это все. От него, говорит, тяжелое какое-то чувство. идет, да. Вот, я ее чутью доверяю. Я уже не рисую такие обрывы. Даже там на выставке одна работа есть, там березка на берегу. А в прошлом году мы приезжаем, а ее уже нету, смыло. Я так расстроился, ну, друга потерял. Кроме вас, никто не заметил бы, наверное, эту березку, потому что вы, естественно, литописец. Нет, мне, вот, просто мне жалко тех людей, которые с дуру накупили дорогих машин, так, и вот даже кусочек от Пхеи до кислых, там, ну, 15 километров, они на машине пролетают, с брызгами, там, селфи делают, как у них брызги эти там летят. Они не слышат ни птиц, ни запаха, ничего. Вот у него радость, что он купил дорогого Лексуса. Да там на любой машине можно ехать, но лучше пешком пройти там, значит, там следы медвежьи. Вот, буквально был один день, что мы втроем шли, буквально за медведем. Так, видели, где он ловил рыбу. Вот, идем, идем. Потом до одного места дошли, ну, километров 8, наверное. Вот. Мы втроем были. Мы сели, сделали на костерке чай, попили. Потом я отбежал, так, метров за 150, на открытом месте. я хотел там грибы посмотреть. Смотрю, этот же медведь сидел на песке и смотрел, как мы пьем чай. Это ему уже было интересно. На этом не закончилось. Значит, мы пошли по лесу собирать грибы, а товарищ опять по берегу пошел ловить рыбу. Так вот, идем и видим, что подфутболенные мухоморы. Ну, если какие-нибудь кришнаиты, они их собирают, сушат там для достижения нирваны или чего-то. Кто-то их собирает для растирания там. А тут вот подфутболенные, ну, видно, что кто-то баловался. А потом в одном месте раз, и лужа большая, и тут надо было перескочить. О, знакомый следок этого же медведя. Так он нас и до пхи довез, опять довел. Николай Григорьевич, напоследок я хочу спросить. Вот мы все время пытаемся вспомнить о начале творческого пути. Вот в конце нашего разговора я хочу, чтобы вы напомнили нашим зрителям, вот историю вашу приезда в Карачаево-Чешкесию, она как-то связана с Юрием Гагариным. Правда? Это самый знаменательный для меня был момент, потому что, когда мы вернулись с гор, вернее, это еще перед горами, вот, мне хотелось, конечно, в горы, ну, сюда, а я из-за того, что Гагарин полетел, я, конечно, уши развесил, радио тут, с ума сойти можно, что творилось везде, не только там в Москве, а и в Краснодаре. И пока я вспомнил, что мне надо было попасть на распредкомиссию, оказывается, осталось одно место в Астрахань. Я так расстроился, в такой знаменательный день, и в Астрахань, я к директору, а директора, не поверите, Королев фамилия, Иван Иванович, конечно, царство ему небесное, но он фронтовик, дошел до Берлина, освобождал лагеря смерти, там, что он видел, это не дай бог. И вот он на вот таком направлении, там, раскладная бумага, печать министерская, он зачеркивает, Астраханское облано, пишет, Ставропольское край, исправленному верить, свою подпись, директор Королев, и свою печать, рядом с министерской, на, вот это решилась судьба. Всю вашу судьбу. Да. Значит, с тех пор прошел 61 год, даже, и несколько дней еще. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе, я желаю в этот знаменательный день для вас, прежде всего, здоровья вам, и вашей супруги. Большой ей привет. Спасибо. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Естественно, творческое долголетие. Благодарю вас. Спасибо. Настало время нашей постоянной рубрики «Афиша». Наш обозреватель Альбина Курочинова-Кенжева сделала подборку картин, которые сейчас в прокате. Приятного просмотра. Доброе утро, дорогие телезрители. Как ваше настроение? Я уже подготовила для вас подборку кино и мероприятий в республике. Библиотеки для незрячих и слабовидящих проходит экспозиция Павлопосадской платки. Желающие смогут прикоснуться и почувствовать тепло платков, шалей, увидеть потрясающие цветочные орнаменты, которые знамениты на весь мир. В выставочном зале картинной галереи Черкеска сегодня завершается выставка «Кукла моей мечты». Прекрасные и тонкие работы, сделанные руками талантливых мастеров, надолго запомнится зрителю. Успейте. И о кино. Российский военно-исторический фильм «Первый Оскар» идет в прокате. Осень 1941 года. Немецкие войска на подступах к Москве. Студенты-операторы Лев Альперин и Иван Майский отказываются уезжать в эвакуацию и добиваются направления на фронт, чтобы с кинокамерами оказаться в эпицентре грандиозной битвы за Москву. А в мирном Лос-Анджелесе 15-я церемония вручения премии «Оскар» начинается с сенсации, ведь главную награду Голливуда получает советская лента. Комедия «Оторви и выбрось!» От любящей родни не уйдешь. Суровая Вера паовно отправляется в лихую погоню за своей внучкой Машей и непутевой дочерью Олей. Помогает ей в этом Олег, все еще влюбленный в волю бывшей. Кажется, во всей этой суматохе только маленькая Маша знает, как взрослым не слететь с катушек. Для маленьких и взрослых идет мультфильм «Братцы кролики. Пасхальный переполох». Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях. Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи. На этом у меня все. Желаю приятного просмотра и отличного настроения. Всего доброго. Завтра в это же время жду вас у телеэкранов снова в 14.30. Смотрите информационный выпуск «Вестей» Шерифат Лепшоковой. Хорошего продолжения дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова